Порядка 30 наверно наберется Добрый день, здравствуйте Рада вас, приветствовать вас на нашей земле На нашей гостеприимной багратской земле Добро пожаловать Отведайте нашего русского кваса Напитка здоровья Хакасова Хлеб, соль и польский напиток Пожалуйста Пожалуйста Хлеб На выбор Айран Между прочим Напиток здоровья Попробуйте Попробуйте Пожалуйста Попробуйте 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 могли зашпевать, говорить, читать, чтобы всем это понравилось. Прошу быть счастливыми, веселыми и хотелось бы, чтобы девчонки были здоровыми, водными и ест штатишей. Сюбилей получается? Да, с 1998 года, но официально в школе мы занимаемся с 2001 года. Омск, 24, Польшу и 8 путевок на байкал. Ежегодно пошляет за ручок у нас путевка. Утевок по 5 каждый год дают? А вы нам их покажете? Покажем! Покажем! Ох, и поведение о Казимире. Местечко малое над реком Вислом, Хистория швядек спонялый, Руины замка с баштом вынеслом, И рынок припятный цау. А кто припровадит? Еще раз, прошу, присыпать. Старчил. Небольшое место над рекой Вислой. И рынок припятный цау. Ну там замок. Башни. История хранит всегда свое. И рынок, и башни. Добре. Казимир Швейки, в связи с понемощи, Добре. 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 Ход без великой кренки, сшимал солнце, рушил землю, в Польске зроджило его племя. Место то есть бардзо зна. Польске зроджило его племя, в Польске зроджило его племя. На среднем образовании где дают? Здесь? Ясно. Анжелика, расскажи, как ты бывала в Польше, где, в каком месте и в каких семьях? Ну, первый раз я была в Польше, мы ездили, 5 человек нам с Байкала путевки давали, мы ездили на Байкал. Мы были в городах, в Варшаве, в Кракове, закупаны. Ну вот понравилось тебе, что-то запомнила ты? Ну, конечно, там ходили на экскурсии, там многие памятники, здания там польские. И были в соляной шахте. А вот скажи, там вот еда такая, как здесь или? Нет, там же польские национальные блюда, там разные совсем. Они, например, не знают, вот наше русское блюдо, пельмени, например, они никогда не слышали об этом и не едят там такое. А ты пробовала приготовить? Нет. А что там едят? Ну, вот какое-нибудь такое одно-два характерных блюда. Я даже не знаю. Ну, борщ там делают? Ну, там супы, не борщ, другие супы вообще. А картошку с мясом жарят? Не жарят. Просто как пюре, наверное, у них. Больше салаты еще там. У них зелье салаток в основном такая. Кто еще в Польше был? Я, Красноярскую школу милиции. Замечательно. А вот тебе что в Польше запомнилось? Ну, я как бы ездила с Анжеликой также в прошлом году. И мне больше запомнился город Люблин, где нас водили в замок. То есть там осталась вся та мебель, которая была очень, очень-то ты запомнилась. Ну, а вот ты язык там немножко понимала? Ну, он очень схож с русским. Да, в принципе. Понимала. Ну, вот с подростками, с мальчишками, с девчонками польскими могла общаться? Да, через окно. В смысле, как через окно? Ну, мы жили как бы в такой школе, и по вечерам там ходили, ну, как везде ходят молодые. Вот, мы через окно общались как бы с ними. Они там что-нибудь крикнут, и мы. Ага, то есть как бы прямых общений не было таких, да? Ну, мы не выходили, редко было. А дискотеки? Тоже были. Ясно. Так, а кто общался? Поехали-то, гуманитарно. Ну, это вряд ли. Технически? Ну, скорее технически. Ясно. Вот, Алексей, расскажи, вот сколько раз ты был в Польше, и что тебе запомнилось? Я был два раза в Польше, в разных городах. Ну, второй город был, Владава. Там мы жили в Полонии. Там много чего запомнилось. Там вообще интересно. Постоянно общались с поляками, вечером ходили, там как идет поле футбольное, на нем собирались на лавочках, сидели, общались, разговаривали с ними. Ездили по разным городам на экскурсии, музеи, ездили на озеро. Там жарко было, период такой. Ну, ездили на озеро, там купались. Там много чего интересного было. Все так сразу не пишешь. С кем я подружился? Ну, да. Также поляки. И вот еще соседних городов, Оренбург, Ярославль, в этих все городах, Красноярск, там же тоже много людей было. И вот с ними подружились. Сейчас до сих пор с многими переписываюсь. Ясно. Так, Юля, вот расскажи, тебе зачем польский язык? Ну, чтобы когда выучить, можно было к вам поступить, можно было съездить в Польшу, с кем-нибудь там пообщаться, может даже быть родственников своих найти. А у тебя там есть родственники? Ну, надеюсь, найти их. И вот еще такой вопрос. А язык сложный? Нет. Ну, вот... Ну, так, средний. Ну, ты с чем-то можешь сравнить? С немецким. А вот что-то по-польски можешь сказать? Да. Ну, скажи. А, что сказать? Ну, я не знаю. Ну, например, вот, как бы мы очень рады, что там приехали польские гости. А можно что-нибудь полегче? Давай что-нибудь полегче. Что сама помнишь? Ну, могу поздороваться. Ну, поздоровайся и скажи, что вот в нашей знаменке есть польская школа. День добрый. В моей знаменке есть польская школа. Ясно. Ну, это как... в принципе пока пока больше девушка как каждый вот это не а вот эти вязаные это все вязаные вязаные черные и тапочки а вы другу как говорите? во втором зале начало с любви все а вы скажите пожалуйста все 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 я скажу в так погодите Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаменку, но мне нравится простор И вот чем основная цель проведения вот этих вот польских дней, дней польской культуры? Я думаю, что прежде всего это вопрос к руководству польской полонии господню Леончику, но я могу сказать, какая цель нашего приезда? Вот хочу сказать, что на этом мероприятии посетили не только я, как руководитель консульского отдела посольства в Москве, но еще мой коллега из Министерства иностранных дел из консульского департамента. Мы именно на этом мероприятии собрались здесь, чтобы показать, что здесь, именно в Хакасии, находится один из более живых, хорошо действующих польских центров в целой Российской Федерации. Мы хотим сказать, что здесь уникальная среда, которая дала возможность выздавать, например, единственный на так хорошем уровне в Российской Федерации, единственный журнал, кстати, честенники полацы. Ну а поскольку честь поляки разбросаны по всей Хакасии, в том числе в Знаменке, не могли сюда не приехать, не принесли участие в этом празднике, который сегодня здесь приготовили. Вот скажите, если честно, что вам больше понравилось? Национальный напиток Айран, Морс или Квас? Скорее всего, Айран. Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, панцово! Мы рады приветствовать вас в этом зале. Мы рады приветствовать вас в ТЭК-САЛЕ. Открываем наш радостный праздник, открываем торжественный вечер. Сколько лиц здесь прекрасных и разных, как мы рады сегодняшней встрече. Уже четвертый год истории и культуры. Джишей, пятнащий джечи, достаем зашвячение. Уже все готовы. Дорогие коллеги, вечер, швенцер для уни. Республики Польша с польской диаспорой. Ну и с этого времени, с июля, как раз отсчет того времени, когда в нашем селе... Ну, на добровольной, как это сказать... На базе дома молитвы составлял 11 человек. Вот. В 98-м году. То с каждым годом число... Многое, конечно, зависело от позиции руководства нашего Поградского района. Ну и я сегодня, которая прошла курсы в Польше, получила дипломатии польского языка. Ну и, конечно, совсем скоро придет... Спасибо за внимание. Мы надеемся на то, что наше сотрудничество, тесное сотрудничество будет продолжено и дальше. Ну и организация «Полония» поможет нам и в дальнейшем оснащении кабинета польского языка. Ну и, конечно, мы... Уважаемому господину Михаилу Крусилу. Традиции, религии польского народа. Мы бы хотели подчеркнуть, что здесь особая, уникальная общность поляков именно это поляки-мазуры. И мы это постоянно подчеркиваем, говоря в Польше, потому что мазуры – это представители определенного слоя. Первое защитечение, сначала будем граничить, первое защитечение – баль-любовь. Позвольте мне вместе с Сергеем Владимировичем вручить баль-любовь, которая занималась от Дома творчества польским языком, изучала польский язык и культуру, и вручить свидетельства об окончании, об завершении обучения в Доме детского творчества. Да, я бы хотел подчеркнуть, что дается два свидетельства. Валерия вручает данное свидетельство об окончании Дома творчества. Зинякова. Анжелика у нас в Польшу ездила, я знаю. Очень понравилось и надеюсь, что эти знания еще пригодятся. Ткачева Алексей. Фунт Наталья. Хотелось бы подчеркнуть, что папки, которые вы получаете, они вам очень пригодятся в жизни. Нет.